В Тбилиси завершилась конференция о регулировании Нагорно-Карабахской проблемы мирным путем и новая миссия гражданского общества, организованная Кавказским международным центром исследования геоистории и геополитики и платформой мира между Азербайджанами и Арменией. В конференции приняли участие представители гражданского общества, международных и религиозных организаций, политики и дипломаты. В своем выступлении на конференции ученый-историк из Нагорного Карабаха Артур Агаджанов, избранный сопредседателем платформы мира между Азербайджанами и Арменией, отметил, что для урегулирования конфликта необходимо объединить все усилия. По его словам, Минская группа не сможет в одиночку разрешить конфликт. Страны-члены Минской группы занимаются своими внутренними проблемами. Он подчеркнул, что Азербайджан и Армения могут урегулировать конфликт мирным путем. Только мирным путем мы можем решить это. Не военным. Это одна задача. Я думаю, нам все это удастся. Я не говорю, что завтра мы все объединимся и будем говорить, что у нас все налажено. Нет. Для этого надо принять усилия. И главная общественность должна нам помогать. Так же, как и политики. Мы будем общаться, встречаться с моими визинами, мышлами. Везде у нас должно появиться опять чувство уважения. Ненависть должна утерпеть. Только уважение и любовь должна появиться. Но одно целое. Ученая из Украины Татьяна Крупа в рамках своего выступления на конференции предложила создать экспертную группу из ученых, которые должны требовать, чтобы при поддержке международных организаций, в первую очередь Минской группы ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, был обеспечен их визит на оккупированные азербайджанские территории, в первую очередь в город Шушу. Целью этого визита должен стать мониторинг состояния памятников азербайджанской архитектуры в Шушу. Украинский ученый предложил участникам платформы, в числе которых есть представители международных организаций, оказать содействие и поддержку данной инициативе. Я надеюсь, что такая реорганизация позволит более широко привлекать к нашей деятельности обычных людей. Вы знаете, политики приходят и уходят, а обычные люди ведь продолжают жить, у них свои потребности, и они живут так, ну, поколениями, что ли, и люди, наверное, должны сами принимать ответственность за свою судьбу. Поэтому я надеюсь, что со временем наше движение станет шире, и это принесет пользу обоим странам. Мы уже не живем в палеолите, когда убил и съел. Мы достаточно имеем ресурсов, мы достаточно имеем, скажем, образованности, для того, чтобы понимать, что вот граница, а там живет, хоть общая история, хоть не общая, там живут другие люди. На момент развала Союза территория Азербайджана включала Карабах и 7 оккупированных районов. Это территория Азербайджана. Она сложилась так исторически в процессе 20 века. Какие могут быть вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...